Конечно, мне нравится даже побольше. Размер имеет значение. Плохого пиара не бывает, главное, чтобы твое имя написали правильно. Почти, как у Дудя. Ты настолько хорош, настолько хороша твоя последняя сделка. Прежние заслуги не имеют значения. Многих это бесит, но это правда. Ну, пусть бесит. Хорошее начало. Это мы потом в приколы вставим, да? Потом будешь вырезать, говорит, что я полчаса не по делу говорил. Тем, кто напишет самые интересные вопросы или комментарии... Вы нам дадите, мы можем передать, да? Одно я вам подарю, а одно самому активному комментатору или автору самого интересного вопроса в комментариях. Слушайте, ну круто, круто, да. Вы сами выберете. Добрый день, друзья. Вы на канале «Новостройки на троих». Со мной, как всегда, Павел Кулагин, Александр Синёв. И у нас в гостях сегодня, я бы сказала, один из самых известных на рынке недвижимости человек. Зовут его Александр Санкин. Он, мы можем сказать, что вы автор аукционного метода? Да, я так и представляюсь. Да? Многих это бесит, но это правда. Ну, пусть бесит. Если мы кого-то бесим, это всегда хорошо. Автор аукционного метода продаж. Почему мы пригласили Александра сегодня к нам? У нас не так много подписчиков, очень мало, но где-то сотня целевых людей, которые ищут, ну, хотят купить новостройку. И, как правило, им нужно продать вторичку. Но очень быстро, потому что они видят, что цены на новостройки каждый месяц поднимаются, им надо быстро. И вот лично я считаю, что аукционный метод для них – это просто находка. Находка. Идеально. Вы тогда можете, как это называется, трейд-ин предложить людям, да? Ну, можно и так назвать, да. По-русски говоря, обмен или трейд-ин. Очень круто, как вот практикуется трейд-ин в продажах автомобилей. Ты на старой машине приехал, да, и уехал на новое. Эту взяли у тебя в зачет. Так же и здесь. Берем твою квартиру в зачет покупки. Всегда же вопрос возникает, по какой цене взять. А здесь мы знаем, и собственник будет знать, и вы будете знать, и покупатели будут знать, что эта квартира будет продана по максимальной цене. По максимальной цене. Я совершенно не согласен. Конкретный срок причем. Конкретный срок. Поскольку метод мой гарантирует продажу в конкретный срок, вы уже можете планировать там бронь, покупку. Человек знает, что вот я вношу сейчас задаток, а основную сумму получу через 21 день ровно. И он будет знать точно, что он по максимальной цене продаст. Ну вот для нас как раз именно это важно, что человек, который себе выбил квартиру, он ее должен купить в определенный именно срок. И ваш метод наверняка там именно поможет нам, чтобы мы даже не трейдином пользовались, потому что трейдинг все-таки с неограниченным сроком продажи, момент, а именно когда у тебя есть 3 недели, и в конце ты получаешь максимальную сумму, и именно вот это нам важно. Ну вы в рекламе уже можете говорить, что возьмем вашу квартиру старую или дом, в счет покупки, в зачет, зачтем цены вашего дома. Классно же. Да, потому что сейчас, скажем так, это мало кто практикует именно в новостройках, потому что в основном люди этим методом пользуются просто как продажа любого объекта, дом загородный, в определенный срок, а у нас это именно привязано к покупке новостройки. И мы сейчас столкнулись с тем, что у нас есть заказчики, которым нужно купить, они уже выбрали себе объект, и, соответственно, надо быстро и максимально продать. Ну гениально. Очень хорошо, что вы ко мне пришли. Вы первые, кто это будет делать. Немножко расскажите, вкратце, в чем суть метода. Метод, ну, я даю такое определение, да, аукцион — это инновационный скоростной метод продажи или аренды, для аренды тоже подходит, любого объекта недвижимости по максимальной цене в конкретный срок. И еще такое дополнение к определению, важное. Аукционы выгодны всем участникам сделки. И продавец выигрывает, и покупатель, и агент, и общество в целом. Рынок недвижимости в целом выигрывает. Аукционный метод не оценивает объект. В нашей методике оценивается только лишь мотивация собственника. Объект будет оценен идеальным покупателем. Наша задача — найти идеального покупателя, который влюбится в этот объект. Это вот аксиома, о которой многие не задумываются, но если об этом поразмышлять, то, мне кажется, любой согласится, что идеальный покупатель существует на любой объект. Как вот говорят, на каждую туфельку. Я почему книгу свою... Вот можете мою книгу показать? Почему я книгу-то назвал «Туфелька для золушки»? И один из... Это первый экзаменационный вопрос в выпускном этом экзамене курса. Что это означает образ «Туфелька для золушки»? Да? Почему я эту книгу назвал? Любой объект недвижимости — это туфелька. И задача успешного агента — найти ножку, которая идеально подойдет к этой туфельке. Она существует, эта ножка. Вот как принц знал, что золушка существует, да? Как принц нашел золушку? Он эту туфельку примерил всем девушкам в королевстве. Так же и у нас. Задача аукционный объект — показать как можно большему количеству покупателей, но в конкретный срок. То есть не растягивать во времени процесс. Потому что в этой сказке отец, король, сказал сыну, когда он сказал, что он влюблен, а он говорит, «Сынок, я нашел тебе невесту, она из королевского рода, нам нужно породниться с другим королем». А он говорит, «Папа, я влюбился. Но я не могу найти эту девушку». Он говорит, «Я даю тебе две недели. Если ты ее не найдешь, тогда женишься на том, на кого я укажу». То есть поставил сразу срок. Поставил срок. Так же и мы делаем в аукционной методике. Мы ставим срок. 14 дней тоже. И пишем прямо в объявлениях. Квартира будет продана такого-то числа. И когда покупатели звонят по объявлению, говорю, «Я еще не знаю, кому я продам, но я точно кому-то продам. Задаток я должен принять у победителя наших торгов такого-то числа в 10.00». Очень важно, чтобы был заранее назначен срок на приема задатка. И далее задача вот за эти две недели как можно большему количеству девушек примерить эту туфельку. То есть как можно большему количеству покупателей примерить эту квартиру. Должно ее увидеть по практике. В методике написано 25. Должны быть записи у нас. Но по практике может быть и 50, и 100, и больше покупателей придут посмотреть эту квартиру. И в итоге мы находим того, кого искали. То есть ту семью, к которой эта квартира идеально подходит. Это может быть семья, дети, которые учатся в конкретной школе. Для них важна именно эта квартира. Есть лучше, но та относится к другой школе. А это к этой. А для них это важнее фактор. Или там сосед, который, купив эту квартиру, расширит свою. Именно эта квартира для него ценная, а не в соседнем подъезде. Или семья, глава которой работает в непосредственной близости от дома. Он будет больше времени проводить со своей семьей, с детьми своими. То есть именно этот покупатель заплатит больше. Для него это вопрос времени, проведенного с детьми, а не вопрос денег. Для него это важнее денег. То есть мы ищем покупателя, который заплатит не потому, что дешево, а потому, что влюбился в эту квартиру. Получается, мы с помощью маркетинга сообщаем о том, что продается наша квартира самому огромному количеству покупателей. Огромная воронка должна быть. Да, огромная воронка. И когда все люди, у которых есть деньги и в этот момент находятся в поиске, они приходят на квартиру, смотрят, кто-то влюбляется. Ну, там, как правило, многие влюбляются, оставляют оферты. Но нам нужен самый влюбленный. Но нам надо самый влюбленный, который победит всех. Потому что он даст самую большую цену. И прелесть в том, что не мы торгуемся, а торгуются они между собой. Они сами поднимают как бы эту цену. И они, когда покупают, они понимают, я купил выгодно. Я купил трофейную недвижимость. Да, потому что был... Он победил других. Ему пришлось попотеть, как говорится, за эту квартиру. Он ее больше ценит, чем ту, которую никто не хочет. Ну, плюс еще он понимает, что был Вася, который на 100 рублей ее меньше всего лишь давал. Он видит предложение Васи, он видит предложение Пети. И он понимает, что он сделал тот шаг, который необходимо было сделать, чтобы приобрести эту квартиру. Да, то есть идеально. С точки зрения собственника он продал по максимальной цене. А с точки зрения покупателя-победителя он купил по минимальной. Все выигрывают. Нет ли такого, что покупатели, когда слышат, что они не одни будут, у них это не вызывает какого-то чувства, что это какой-то обман? Ну, это не то, что обман. Обман — это другое. Об этом поговорим. Часто обман вызывает подозрение в обмане, что это фейк, замануха. Многие агенты грешат вот этим, что они несуществующие объекты рекламируют по баснословно низким ценам. Люди им звонят, они говорят, эта квартира продана, мы вам другую покажем. Взять ЦИАН, там больше половины объявлений, хотя ЦИАН говорит, что они там все проверяют, на самом деле это фейковое объявление. И, конечно, у людей расстройство. Приехал, посмотрел, вернее, даже не посмотрел эту, а тебе что-то другое показали, а про ту сказали, что она продана, и вот ты уже работаешь там с агентом, который тебе там навязал какой-то договор. Это вызывает раздражение. Поэтому нам очень важно, чтобы покупатели знали, что объект существует. Поэтому обязательно видеосъемка должна быть. Обязательно должно быть очень много фотографий профессионального качества. На все объекты мы делаем видеосъемку. Делаем очень много фотографий профессионального качества. Максимальное количество информации об этой квартире выкладываем на сайт. документы, всю историю квартиры, фотографии, видео, 3D-тур заказываем. Это стоит денег, да. Но в итоге покупатель знает, что объект существует, и он может заранее в него влюбиться, настолько он красиво преподнесен. Упакован. Это вот что касается обмана. Первое, что подозрение, что вы рекламируете, это не существует. Существует. Второе, будете ли вы честны во время торгов? Часто вызывает опасения. Будем. Потому что, если бы я был собственник, я мог бы блефовать. Но поскольку я агент, я не имею права блефовать, потому что, если я буду несуществующее предложение озвучивать, я могу потерять реального покупателя. Если бы у меня была задача продать по конкретной цене, я могу блефовать. Но у меня задача продать по максимальной цене какой бы она ни была. Поэтому я просто информирую покупателей о том, какие предложения есть. Если предложений нет, я их не сочиняю. Я говорю, как есть. Почему нет? И на просмотре, и во время торгов. И на просмотре они физически видят предложения других покупателей, потому что мы берем их в письменном виде, и они на видном месте лежат. Даже я делаю сравнительную таблицу, вешаю, там флипчарт у меня стоял, я продавал Мортемьянова недавно, флипчарт, и там вот как в учебном классе. Ну мы поняли, и там разрешен, и там таблица, и там видно, что семья Иванова предложили столько-то, Петрова столько-то, или одинаково предложили, но у этого написано в комментариях наличное, и у этого написано в комментариях ипотека, у этого в комментариях написано большой задаток. Но и тут вам могут не поверить, скажут, придумали. Нет, на этом этапе они еще друг друга видят, потому что всегда очередь образуется. Поскольку мы назначаем показы с интервалом в 15 минут, если речь идет о квартире, полчаса, если это дом большой, загородный. Но мир так устроен, что всегда кто-то приедет раньше назначенного времени, кто-то опоздает. В итоге выстроится очередь у подъезда, то есть они прекрасно понимают, что их много, они видят очередь. На этом этапе они знают, что есть другие покупатели, видят предложение их. А вот уже на этапе торгов они вынуждены верить на слово агенту-аукционисту. Поэтому здесь очень важна высокая репутация агента-аукциониста, что он не обманывает, не блефует, не сочиняет, не существующие оферты не вбрасывает, а говорит все как есть. Это доверие, оно очень важно для успеха аукциона. Поэтому агент-аукционист должен всегда говорить правду, потому что если ты вначале, в самом там, при первом разговоре с покупателем что-то утаил, что-то сказал не так, на показе где-то что-то приврал, присочинил, потом не будет доверия в самый такой час X, когда оно очень важно уже в завершающей стадии торгов. Поэтому мой совет всем агентам-аукционистам всегда говорит правду. Всегда предупреждать покупателей до показа, что цена указанная в объявлении является начальной, победит лучшее предложение, чтобы не было такой претензии, что вы нас обманули, вы пришли, заманили нас низкой ценой, но вы же знали, на что шли. Я же предупредил вас, что эта цена начальная победит лучшее предложение. Вот если вот такую беседу разъяснительную провести на этапе входящего звонка, тогда конфликтов нет, все довольны, всем метод нравится. Я вот снимаю видео отзывы от покупателей, они в восторге. Первый доступ мы даем агентам. До того, как мы начнем рекламировать объект, вначале покажем риэлторам, чтобы риэлторы могли позвонить своим покупателям, сказать, я видел классную квартиру или дом, ее еще нет в рекламе. Хочу, чтобы вы от меня узнали, от первого, что вот такая квартира можно будет вам купить. То есть нужно проводить разъяснительную работу среди агентов, чтобы они понимали выгоды свои личные и выгоды их покупателей, которые будут покупать данную квартиру на аукционе. 3% комиссию важно платить агентам в случае, если их покупатель... Контрагенту. То есть сейчас давайте про комиссию скажем, что почему аукцион, как говорят, очень дорогой, да? С точки зрения агент берет 6% за аукцион. Сейчас уже и больше берут. И больше, и 8, и так далее берут. 8 берут. Но вот это возражение очень дорого, да? Легко ответить так. Если я продам на 20% дороже, чем вы сами можете продать, неужели я 6% не заработал? При такой постановке вопроса, конечно, вы 10% заработали. Ну, аргумент согласен. Действительно ли вы продадите на 20% дороже, чем я сам могу продать, или чем другой агент? Да, это так, это правда. Можно продемонстрировать на примере большого количества сделок, где, например, покупатель до аукциона давал одну сумму, потом этот же покупатель купил, но поскольку ему пришлось соревноваться, он заплатил в итоге на 20% дороже. 4 года сосед предлагал ей 1,3 млн, потом 1,5 млн. Она 4 года держалась, а он говорит, никто больше не купит. Странная форма участок, хвост скорпиона мы его назвали. Странная форма участок, здесь ничего не построишь. Идеальный покупатель, сосед, у которого прилегающий участок, и 4,5 дома, у нее 1,5 дома. 4 года не было у нее покупателей. Она уж думала, придется ей сдаться и соседу за 1,5 продать, но она чувствовала, что ее земля дороже стоит. Встретил Армаиса, он провел аукцион, 36 покупателей приехали. В итоге этот сосед купил за, внимание, барабанная дробь, 4,3 млн он заплатил. Он же. Собственница счастлива, да? То есть она получила, теперь она знает, что она не продешевила. А сосед, как ни странно, тоже счастлив. Потому что 4 года он был в агонии, когда, когда... А тут вот это свершилось наконец-то, да? Ну, да, я думаю, он так рад, но так думает, блин, надо было ей за 2 дать и все. Ну, он понял, что он... Смотрите. Ну, тогда, может, она бы и за 2 не заплатила. А сейчас вот уже и все стороны готовы к сделке, и цена честная, да? Это как бы он не переплатил, он видел предложение других. Вы забыли, знаете, о чем упомянуть? Понятно, да, что мы продадим на 20% дороже, чем он сам мог бы продать, да? Но это, опять-таки, недоказуемо. Даже те бумаги, которые мы будем показывать, есть же такие недоверчивые люди. Мы можем доказать по двумя способами, да? Первый способ на примере конкретных сделок. Вот квартира... Ну, реальный договор купли-продажи. Вот реальная сделка, вот там такой-то агент, вот на одной лестничной площадке, значит, 4 одинаковые квартиры. И собственник одной из них решил купить все. А, я помню этот кейс, да. Все занять, весь этаж занять. И вот он у одного соседа купил за 9 миллионов в Москве квартира. У соседа купил за 9 и говорит второму соседу, твоя стоит 9. Почему? А потому что твой сосед только что продал такую же, как у себя, за 9. А, ну, логично, значит, и моя стоит 9. И купил у него. А что ты нехорошо себя ведешь? Приходит к третьему соседу и говорит, оба твоих соседа продали квартиру такую же, как твоя, за 9. Значит, и твоя стоит 9. А он говорит, а я не знаю, так это или нет. Вот ко мне приходили ребята, Юрий и Александр, они предложили мне аукцион. Я вот хочу попробовать аукцион провести, прежде чем я вам продам. И в итоге пришло там тоже порядка 36 покупателей. И в итоге сосед купил у третьего соседа за 11 миллионов. То есть тот, кто без аукциона продал, за 9 продал. А тот, кто нанял там агента, заплатил 6% комиссию, продал за 11. То есть даже с учетом расходов на рекламу, которые тоже ложатся на плечи собственника, даже с учетом комиссии агенту, тот, кто провел аукцион, он продал дороже, чем тот, кто продал без аукциона. Также можно показать по математической даже логике, это просто теория вероятностей. Звучит так. Шанс найти идеального покупателя в толпе из 100 покупателей на два порядка выше, чем шанс встретить идеального покупателя в первом встречном. То есть это просто высшая математика, с этим не поспоришь. Даже большие числа, много народу пришло, много поторговались и подняли цену. Это теория игр и теория больших чисел в действии. То есть если ты продал первому встречному, ты продал по одной цене. Если ты продал из четырех выбирал, ты продал дороже. Если ты из сорока выбирал, ты продал на 20% дороже. То есть это все просчитывается. Вот собственник, продавший квартиру, собственник, который заключил эксклюзивный договор с агентом, он продаст на 10% дороже свою квартиру, чем собственник аналогичной квартиры, которая работает на неэксклюзивной основе с несколькими агентами или самостоятельно ищет покупателя. То есть даже без аукциона просто договор эксклюзивный с агентом уже это плюс 10% к цене вам даст. Даже если вы агенту заплатили 5%, вы все равно в прибыли. Потому что есть чувство ответственности у агента, есть какой-никакой маркетинговый план. В аукционной же методике маркетинговый план он просто очень большой, намного больше инструментов, чем при обычной продаже. И срок ограничен по времени. И цена продажи выше. Лично нам интересен с точки зрения того, чтобы продать быстро вторичку и войти в новостройку. А потом будете и новостройки вторым шагом. Первый шаг, вы будете предлагать аукцион как решение проблемы обмена, трейд-ин. А вторым шагом, а можете и начать с этого, застройщикам сказать, ребята, давайте аукцион проведем. Мы подсветим здания на рынке, все выстроятся в очередь. И расходы сократятся. То есть, если сегодня я читал статистику, 180 тысяч, это по России, в Москве, наверное, еще больше. 180 тысяч – средняя затрата застройщика на рекламу одной квартиры до продажи. Представляете? А в нашем случае 180 тысяч – это реклама будет одной квартиры, а не каждой. То есть, например, у застройщика есть, например, 30 квартир однокомнатных в доме, 30 двухкомнатных, 30 трехкомнатных, допустим, 5 пентхаусов и 4 коммерческих помещения. Итого 6 видов недвижимости в доме. 6 аукционов надо всего лишь провести. То есть, он потратит 150 тысяч, чтобы продать 30 квартир, потому что придет такое огромное количество людей на аукционную квартиру, что они купят не только аукционную, но и вообще все, что есть в этом доме. По какой причине аукцион может не привести к сделке? По каким, вернее, двум причинам? Их всего две. Первая причина – немотивированный собственник, задача которого была не продать, а оценить объект. Он получит свою оценку, он будет точно знать, сколько стоит объект, но он не продаст. Как говорится, такая корова нужна самому. Немотивированный собственник. Вторая причина – недостаточный маркетинг. То есть, агент понадеялся, что низкая цена в объявлении сработает, но этого недостаточно. Кроме этого, надо обойти соседей, надо пригласить агентов к сотрудничеству, нужно на большом количестве сайтов разместить объявления, нужно местных работодателей обойти, нужно местные школы посетить, тестовки раздать. Как вы сказали в начале интервью, большая работа предстоит. Если человек будет, агент, срезать углы, говорить «и так сойдет», не будет ажиотажа. Нам нужен ажиотаж, нужна динамика. Как я сказал, минимум 25 покупателей должны прийти. Если меньше 25 покупателей записались, нельзя проводить. Аукцион не сработает сам по себе. Если агент не работает, аукцион не сработает. Агент должен хорошенько поработать. Он должен действовать в интересах собственника, он должен не бояться обходить школы, соседей. Если он настолько зазвездился, что ему уже там зазорно обходить соседей, или идти в местную школу, познакомиться с директором, повесить объявление, поговорить. Но такому агенту не надо проводить аукционы. Ему надо чем-то другим заниматься. Потому что ты настолько хорош, настолько хороша твоя последняя сделка. Прежние заслуги не имеют значения. Ух ты, какое хорошее выражение. Если, допустим, не достигается резервной цена, если все было выполнено, и собственник мотивирован, но все равно же у него есть какая-то в голове цена, ниже которой, но он просто говорит, ну тогда мне неинтересно. Агент сделал все. Это резервная цена. То есть он не достиг. Это и есть не мотивированный собственник. Мотивированный собственник – это тот, который рассуждает так. Я хотел получить, хотели собственники 36 получить. Приняли предложение 30 миллионов. И говорят, ну, конечно, 36 лучше, чем 30. Конечно, это болезненно. Мы в процессе поняли, да? Такая реальность. Вот 35 покупателей посмотрели. Тот, кто купил, соответствует всем признакам идеального покупателя. Ну, вот такая реальность. Продавать надо. Возьмем, значит, сколько дают. Надо, как говорится, брать деньги и бежать. Даже если аукцион оценил квартиру ниже, чем собственники ее оценивали. Или чем другие агенты оценивали. Но аукцион – это божий суд. Вот столько она стоит на сегодняшний день. То есть, надо понять, надо ли вообще что-то продавать, или это его просто какое-то импульсивное такое решение. И второй момент – исключить вообще факт непродажи. То есть, человек должен четко понимать, что ему не можно не продать. Если можно отложить продажу, лучше отложить. Не привязывайтесь к конкретной сумме. Ни вы, ни я не знаем, сколько стоит объект. Может, он стоит дороже, чем вы думаете, он стоит. Каждый пятый аукцион приводит к продаже по цене выше ожиданий собственника. Иногда значительно выше. Может стоить ниже ваших ожиданий. У вас точно будет чувство, что вы не продешевили, что вы взяли максимум, который я готов вам дать конкретного числа. Если конкретного числа вам не нужны деньги, лучше вообще не продавать. У меня другой вопрос. Вот вы сказали про доверие, да? Я когда только вошла в рынок недвижимости, это был 2014 год. Ну, естественно, я изучала там звезд всяких, и вы были одной из этих звезд. Спасибо. И я видела, как много негатива коллеги, там еще кто-то, какие-то истории. Вот, ну, я никогда не складываю мнения по там отзывам каким-то, непонятно, кто там их писал. Ну, я начала сама вас там слушать, все, мне все заходило, все прекрасно. Но у меня вопрос к вам. Как вы боретесь с этим? Да, вот человеку сказали, Санкин классный, у него классный метод, он может классно продать. Человек, хорошо, сейчас я загуглю. Начинает там и это, и то, и то. О, боже, не, не, Санкин, нафиг не надо, не хочу, все, пойду. Как вы с этим боретесь? Вот есть такое выражение, это я вот тоже в Америке услышал, мультик такой был в Дакмен, может быть, смотрели, такой был культовый мультик Дакмен. Не слышали, человек, утка, Дакмен. Там такую фразу взял, ну, там всякие были комичные ситуации. То есть не бывает плохой рекламы, главное, плохого пиара не бывает, главное, чтобы твое имя написали правильно. О, огонь. Я даже помню замечание, которое вы мне сделали. Я написала какую-то цитату, а вы говорите, Ирина, а чьи это слова? Я говорю, смысл, вам зачем? То есть это важно, да, когда ты цитируешь или про кого-то говоришь, имя правильно напиши. Потому что люди увидят имя, они забьют его в Яндекс, и они найдут там метод, найдут историю успеха, на что человек заточен, на негатив или у него задача, которую надо решить, да. Поэтому моим хейтерам всем большое спасибо, вы, главное, продолжайте писать мою фамилию правильно, и люди будут меня находить и пользоваться там методом, и выигрывать. То есть люди разберутся, что к чему, главное, чтобы имя было на слуху. То есть вы любите свои хейтеры? Как сказал мой наставник по личному бренду, Валерий Бо, в самом начале моей карьеры, как тренера, как методолога, он сказал, что бренд имеет свойство поляризации. То есть если половина людей тебя обожают, а половина ненавидят, значит и бренд. Личный бренд очень важен, больше фотографий, друзья, потому что многие пишут, там, вижу аукционное объявление, там даже имени нет, агент, просто номер телефона, обязательно пишите имя, фамилию, ваши регалии, что вы там грандмастер, я даю там сертификаты грандмастера, ваши рекомендательные письма, фотографии с известными на рынке людьми, все выкладывайте в ваш инстаграм, на сайт объекта выкладывайте, это только лишь будет на пользу. А что за комитет по этике-то у вас? Мы создали комитет по этике, вот секретарь Маде Спартакович, который сейчас преподает, меня замещает, пока я вам интервью даю, Татьяна Черняева там состоит, президент ассоциации агентов аукционистов Краснодарского края, Александр Хохлов состоит в комитете по этике, президент ассоциации агентов аукционистов Санкт-Петербурга, ну все вот видны, известны мои ученики, агенты аукционисты. Из разных городов? Из разных городов, из разных сегментов рынка, то есть у нас, когда поступает какая-то жалоба, я не могу сам разобраться, или нет времени в это вникать, кто прав, кто виноват, или нет времени, или может будет казаться, что это там моя персональная какая-то вендетта против кого-то, чтобы не было, что я там конкурента в ком-то вижу, чтобы не было такого, я говорю, вот комитет по этике пусть разбирается. И единогласно должны все члены проголосовать, чтобы было решение опубликовано. Итак, друзья, я пишу и книги, не только обучаю на курсе, и не только сделки провожу, но книги пишу, поэтому сегодня я дарю, вот на выбор предложила побольше книжку Ирина. И с картинками. С картинками, да. Туфелька для Золушки, как настоящая принцесса, выбрала туфельку для Золушки. Это моя. А эту книжку в подарок тому «Советы по работе с покупателями». Если уж работаете с покупателями до сих пор, да, не на собственников, ну или либо побочные сделки закрываете с покупателями, здесь советы, как правильно торговаться, чтобы дешево купить. Я не только учу, как дорого продать, но и как дешево купить. Это очень ценный. Да, книга по «Советы для работы с покупателями». Вот книжка в подарок тому зрителю уважаемому, который напишет самый интересный комментарий или задаст самый интересный вопрос. Я обещаю на все вопросы, которые будут в комментариях, ответить. Да, если вы покупаете новостройку в компании «Новостройки на троих», то в этом случае и у вас есть какая-то квартира, которую вам нужно продать, чтобы купить классную новостройку, продадим дороже и быстрее, чем вы сами можете продать или чем любой другой агент. И быстро ваша мечта осуществится, и вы быстро войдете в новостройку. Да, конечно. Главное – деньги, срок. Дорогие друзья, от вас лайки, комментарии, от нас книга. И от нас, конечно, большая польза. Все, что вы услышали, это надо записывать и изучать. Побежали смотреть, как первый день проходит обучение. Первый день 41-го потока. Да, агентов, аукционистов за 90 дней, агент-миллионер. 41-й поток сегодня начинается. Спасибо, друзья, за внимание. Пишите комментарии, покупайте новостройки. Все, пока. Чем больше людей знают риэлтора, тем богаче риэлтор, да? Мы же не секретные агенты. Мы агенты по продаже недвижимости. Этот канал называется «Новостройки на троих». Подпишитесь, да, это вот мои друзья. И я сейчас дал интервью, рассказал про аукционный метод. И задача, знаете, какая? Если кому-то нужны объекты на продажу, к ребятам обращаются собственники квартир, которые нужно продать, чтобы они могли купить новостройку. Трейд-ин, так называемый, будем делать, да, зачет.